Можно ли дальше, что называется, столь же, вот не каким-то хитким приемом, а поступательно, что называется, научно, из этого, ну и разумеется, системы, то есть системы никак, да, мы же решаем систему, суметь понять, чему же равны числа x1, x2, x3. Господа, да, оказывается, для этого нужно алгебраическое понятие резонента Лагранж. Ну, Лагранж – это великий математик, который очень много сделал для теории уравнений, и, собственно говоря, вся теория Гула, вот эта вот замечательная алгебра XIX века, вот все эти перестановки, уравнения, во многом возникли как, действительно, продолжение и осмысление идей Лагранжа. Так вот, я сейчас должен рассказать вам, что такое резольвента Лагранжа. Резольвента. Вообще есть английское слово solve – решать. Ну, resolve – разрешать, что называется, да, это то, что помогает в решении, да, какая-то штука, кто-то помогает в решении уравнений. Так вот, господа, для того, чтобы понять, что такое резольвент Лагранжа, к сожалению, нам с вами нужно знать, что такое корень третьей степени из недвиница. Без этого я совсем-совсем никак про него не смогу сейчас продвинуться. Это совсем просто. Это совсем просто. Вот, представьте, у нас есть уравнение X куб равно 1. Ну, понятно, что его можно решать так. Перенести 1, получится X куб минус 1 равно 0. Разложить намного, это будет X минус 1 умножить на X квадрат плюс X плюс 1. Ну, дальше, если у нас число вещественное, то вы говорите, что вот этот многочлен не имеет корней, значит, X равно 1, все. А вот если все-таки разрешить себе, если разрешить себе, что решать такое уравнение. Итак, пишем, X квадрат плюс X плюс 1 равняется 0. И по стандартной формуле решения квадратного уравнения, смотрите, что получается здесь. 1 минус 4 и все это попало. Отлично, отлично. Что бы это могло означать? Что бы это у нас могло означать? А, очень просто. Минус 1 плюс минус и корней из трех попало. Давайте вспоминать, что такое И и что такое вообще комплексное число. Подробно я это рассказывать сейчас не буду, потому что, значит, нас бы совсем далеко увело в сторону. Потом все равно это всплывет, поэтому... Итак, что такое у меня единица? Да, есть окружность... Вот, что-то я плохо рисую. Вот есть вот окружность единичного радиуса. Да? Окружность единичного радиуса. Здесь мы берем отрезок напополам делим, поднимаем, тогда вот этот вот отрезок будет единица, а этот отрезок будет корень из трех пополам. И вот этот угол 120 градусов. Вот это число называется кубический корень из единицы. Господа, их три штуки. Вот это просто сама единица, да? Вот это само число один. Один в кубе это один. Вот это вот число. Минус одна вторая плюс и корней из трех пополам. И, соответственно, минус одна вторая минус и корней из трех пополам в кубе. Это тоже один. Корней из единицы три штуки. При этом на самом деле вот единица это не только корень третьей степени, но это заодно и корень первой, и второй, и вообще какого угодно. Это корень любой степени единицы, да? А вот это корень третьей степени, ну а заодно шестой, девятой, и вообще любой степень, теряющейся на центре. Отлично. Так вот давайте это число обозначим в фэпсилон. Итак, епсилон это минус один плюс и корней из трех пополам. Давайте поймем, каким свойством обладает число епсилон. Епсилон это корень вот такого правления. Пишем. Епсилон в квадрате плюс епсилон плюс один это ноль. Ребята, мы с вами впервые в нашей работе подошли к понятию алгебраическое число и к понятию минимальный многочлен алгебрического числа. На самом деле это вещь абсолютно принципиальная, абсолютно фундаментальная, и поэтому об этом стоит достаточно долго говорить. Посмотрите, что такое епсилон? Это вообще какая-то... Я вам, конечно, сказал, что это на комплексной плоскости число с модулем 1 и отложенное под 120 градусов. Кто-то из вас не знает, что такое комплексное число. Представили? Это же тогда замечательно. Это идеальный слушатель для этой лекции. Потому что для него это пустой звук. Он вообще не понимает. А что такое 120 градусов, он вообще не понимает. Ну как? Чекал от него пришел заниматься. Он понимает, что такое плюс. Он понимает, что такое минус. Он понимает, что такое разделитель. Но он совершенно не понимает, какие это еще 120 градусов. Вот такой вот упертый в вещественные числа человек. Что это за число, которое убежало с любимой вещественной прямой? Где тебя найти, но чего не может быть? Помните, да? Там профилактика 300 сказок такая есть. На плоскости. На какой плоскости числа живут на прямой? Люди живут в домах. И в океанах. В океанах живут в реке. Вот. Нет, ребята. Я говорю серьезно. На самом деле, очень важно нам с вами сейчас обсудить, что такое минимальный многочлен и что такое алгебраическое расширение некоторого поля. Так, ну, для начала. Вообще, что такое поле? Поле. Это множество. В котором есть элементы, которые можно складывать, умножать, вычитать. И если они не равны нулю, то делите. При этом, там должно быть число 0, которое обладает этим замечательным свойством, что его к чему прибавляешь, и все равно не изменяется от этого числа. И умножаешь на что-нибудь, сразу 0 получается. Там должно быть число 1, которое, соответственно, обладает тем свойством, что когда единицу на что-нибудь умножаешь, то число не меняется. И должны выполняться естественные арсиомы. А умножить на b, это b умножить на а. А плюс b равно b плюс а. Дальше. А плюс b, к этому c прибавить, это то же самое, что к а прибавить b плюс с. Там должно выполняться требование, что для любых а и b существует такой, что а плюс x равно b, то есть вычитать можно. Понимаешь, что такое поле, да? Замечательно. Что такое поле? Поле. А вот теперь, смотрите, у нас есть поле вещественных чисел. Ну, здесь, правда, забавно, что многие из вас, наверное, никогда не знают, что такое поле вещественных чисел. Вот давайте по-честному поднимите, кто знает, что такое рациональные числа, иррациональные, кто знает, что такое додекинговое сечение, что такое сходящаяся в себе последовательность рациональных чисел. Нет, ребята, просто есть стандартная штука. Построение вещественных чисел. Школьники очень часто ограничиваются тем, что вещественное число – это просто бесконечная десятичная проблема. На самом деле, очень многие задачи можно решать, что называется, как и верить. Если вы начнете задумываться над этой конструкцией, вы поймете, что все-таки там нужны некоторые уточнения. И вот есть стандартный курс, который проходит либо на первом курсе университета, либо кому повезло, там, в математической школе это рассказывают. В общем, в какой-то момент жизни вам подробно рассказывают, что такое, там, теоремы о пределах, что такое сходящиеся последовательность вложенных отрезков и так далее, и так далее. Это все вещественных чисел. Мне сейчас это даже не так важно. Я готов согласиться на то, что в качестве поля вы возьмете просто множество рациональных чисел. Это лучше, потому что не нужно говорить ни о каких бесконечных дробях. Что такое рациональное число? Это просто числитель и знаменатель. Правильно? Ну и естественное правило. Помните, там, основное свойство дроби? Что если числитель и знаменатель делятся на одно и то же, то можно на это сказать. Ну и правило, уж я не буду напоминать, там, как дроби складываются, как вычитают. То есть, знаете, я в качестве поля вполне сейчас готов рассмотреть множество рациональных чисел. Слушайте, давайте, чтобы вы немножко отдохнули. Анекдот о Владимире Ивановиче Арнольде и о пралилограмме. На этом самом лектории, можете проверить, посмотреть с пести лекций, много лет назад был великий математик, ну, в общем, было много великих математиков, но в том числе Владимир Игоревич Арнольд. К сожалению, он здесь прочитал не так много лекций, но тем не менее, тем не менее, все-таки даже хорошо, как по его лекции было, в общем, неважно. Важно, что, значит, он читал лекции, и на одной из этих лекций он рассказывает, он начал, все замечательно, сидит в зал, ну, он действительно академик, великий ученый, до довольно много народа пришло, в том числе совсем слабо, ну и разумных тоже. Вот. И в какой-то момент Арнольд говорит, вот, рассмотрим параллелограмму. Ой, спрашивает его кто-то из слушателей. Простите, Владимир Игоревич, а что такое параллелограмм? Как? Параллелограмм? Ну что, это совсем просто. Это надо взять две прямые параллельные, надо взять две другие параллельные прямые, другого какого-то направления. Это нужно, вот смотрите, провести две параллельные прямые, провести его три параллельные прямые, и вот то, что здесь будет, это параллелограмм. Все счастливы. Потому что, ну как, обещали трудную лекцию, а тут академик, всемирно известный математик, а даже объяснил, что такое параллелограмм. Ну вот, замечательно. Лекция идет дальше. Еще пройдет несколько минут. И Владимир говорит, ну вот, на нашем параллелограмме рассмотрим произвольную сигмандитивную меру. Ой, спрашивает кто-то другой из слушателей. Простите, а какую, какую сигмандитивную меру? Размотите мгновенный способ. Мы можем здесь рассмотреть любую сигмандитивную меру на этой параллелограмме и продолжить. Подробно ответил на вопрос на параллелограмме и совершенно не стал объяснять, что такое сигмандитивная мера. Хотя понятно, что если человек не знал, что такое сигмандитивная мера, то все дальнейшие лекции это было совершенно бессмысленно для него. Все понимаем? Почему он не стал объяснять, что такое сигмандитивная мера? Долго это. Не на одну лекцию. Ребят, потому что параллелограмм мог объяснить действительно в два слова. А если бы он стал действительно понятно объяснять красивую агентитивную меру, то уж эта лекция у него точно не взорвалась. Вот. Ну ладно, все. Считается, что отдохнули. И так мне годится любое поле. Договорились? Считается, что такое поле вы уже привыкли. А сколько лимитов? Ну, можно считать, что поле характеристично. Это я все лерну. Ребят, у любого поля есть принципиально важная штука. Что такое характеристика поля? Объясняю. На наших занятиях здесь было поле из двух элементов. Это всего лишь 0,1. Было поле из четырех элементов. Из восьми, из девяти. Конечные поля. Они использовались в комбинатории замечательно. А бывают поля, в которых... 0, 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1 плюс 1 и так далее. Это все разные числа. Так вот, если в некотором поле можно, прибавляя единицу к себе, в какой-то момент получить 0, то это называется поле конечной характеристики. Между прочим, характеристика – это обязательно простое число. По той простой причине, что, если, например, у вас 6 равно 0, то 6 – это же 2х3. Поэтому либо 2 равно 0, либо 3 равно 0. Ну и так далее. Любое натуральное число, если оно вдруг оказалось равно 0, то тогда его можно разложить на простые множители, и один из них должен равняться 0. Так что характеристика поля – это обязательно простое число. Так вот, на самом деле, мне сейчас совершенно не нужны никакие вот эти поля конечной характеристики. Мне нужна самая простая ситуация. Просто поле. Для определенности характеристики 0. То есть в нём 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1 и так далее, и так далее. Все натуральные числа разные. Никакое натуральное число не равно 0. Замечательно. И я хочу вам сейчас объяснить, что такое добавить к полю алгебраическое число. И более этого, я хочу просто объяснить, что же такое алгебраическое число. На вот этом простом примере. когда добавляется число, которое удовлетворяет вот такому уравнению. Обратите, пожалуйста, внимание. Я не хочу сейчас говорить про вот эту картинку. Я считаю это чем-то ужасным. Ну, в общем, совсем ужасным. Это просто запрещено. Вот это запрещенная картинка. Я её стираю. Всё-всё-всё-всё-всё. Ужасно. Итак, что такое добавить алгебраическое число? Это с вами совсем просто. Господа, если кто был на той лекции, когда мы строили поле из 16 элементов, то вы помните, вот у нас есть все, ну, для примера, рациональные числи. Давайте, что нам было легче, то у нас есть поле рациональных числ. Давайте, всевозможные трон. Вот. У нас есть всевозможные рациональные числа. Так вот, я говорю, что если у меня добавляется некоторый символ эпсилон, то тогда у меня есть любое рациональное число. Давайте его выдачу. А рациональное число. Дальше. У меня есть любое число вида Б эпсилон. Б это тоже рациональное число. А вот дальше, внимание, нужны ли мне числа вида С эпсилон в квадрате? Почему не нужны? Потому что С эпсилон в квадрате это минус С эпсилон минус С. Согласны? Как только я вижу эпсилон в квадрате, я его сразу заменяю. Вот этот многочлен задает правило действий с буквой эпсилон. Теперь давайте попытаюсь это сказать чуть-чуть по-другому. Вот представьте себе, есть у меня множество рациональных чисел. Ввожу такой символ. Икс в квадратных скобочках. Это называется множество всех многочленов от буквы Икс. И вот в этом множестве многочленов у меня есть идеал. Ребята, это термин. Это не на 8 марта, девушкам. Это термин математический, по-другому не скажешь. Идеал называется множество, которое обладает следующим свойством. Что сумма или разность любых двух элементов из идеала это элемент из идеала. и произведение любого элемента из идеала, но любой многочлен это элемент из идеала. Так, давайте аккуратно запишем. Идеал И. Определение. И это идеал. если для любого А принадлежащего И, для любого Б принадлежащего И, для любого С являющегося многочленом от ИКС, ну, кстати, тут вообще вместо многочленов это любое кольцо, потому что понятие идеала оно в любом кольце, да? Итак, для любого С являющегося многочлена выполнены следующие свойства. А плюс Б, А минус Б, а также А умножить на С все принадлежат идеалу. Так вот, какой идеал я рассматриваю для вот этого многочлена Эпсилон квадрат плюс Эпсилон на плюс А очень просто. Идеал состоит из всех выражений вида Эпсилон квадрат плюс Эпсилон плюс Адрис умножить на Ф от ИКС, где Ф от ИКС это любой многочлен от Ф от ИКС. Господа, это звучит на самом деле на первый взгляд легко. Привыкать к этому мы будем на самом деле не одну лекцию, потому что по-настоящему все-таки понять, что же такое идеал, по-настоящему понять, что такое алгебраическое расширение, это, в общем, работа не простая. Поэтому это придется делать, что называется, придется делать постепенно. Мое дело сейчас совершенно намекнуть на эту ситуацию. так, теперь вопрос, а почему же в этом самом поле можно делить? Потому что, извините, я сказал, что когда мы добавляем эпсилон, то действительно Сэпсилон квадрат это минус Тэпсилон минус С. Отлично. Но, извините, почему в этом поле можно делить? Вот представьте себе, что у вас есть выражение, давайте, я не хочу стирать, я хочу, чтобы давайте здесь осталось, нормально. У нас есть выражение какое-нибудь такое. А плюс Бэпсилон разделить на С плюс Дэпсилон. А плюс Бэпсилон разделить на С плюс Дэпсилон. Мне интересно понять, как это записать, что называется, без деления. Потому что я хочу, чтобы любой элемент записывался только как многочлен от Эпсилона. А с другой стороны, в поле там есть проблема, что нужно уметь делить. оказывается это все совсем не так сложно, как могло показаться. Господа, вот когда я хочу делить, когда я хочу делить, я должен понимать, что вообще-то вообще-то у числа Эпсилон есть сопряженное число. кто знает, какое число сопряженное для числа Эпсилона? Минус Эпсилон. Да, минус Эпсилон. Один делит на Эпсилон. Как ни странно, это правда. Но дело в том, что я не хочу говорить один делит на Эпсилон. Эпсилон степень минус один. Посмотрите на картинку. Эпсилон это было под 120 градусов. Что бы это ни означало, мы договорили, что комплексные числа мы еще не знаем, но тем не менее, пусть Эпсилон пока под 120 градусов. Симметричный вектор, он под сколько? Минус 120. Минус 120. Но симметричный вектор, это Эпсилон в квадрате. Господа, я сейчас покажу вам фокус. Внимание. Понять теорию в том числе понять, почему этот фокус работает. Смотрите, С плюс Д Эпсилон в квадрате. С плюс Д Эпсилон в квадрате. Это называется домножил числитель и знаменатель на сопряженное число. хорошо. Теперь поехали вычислять. Но в числителе даже неинтересно. Это будет АС плюс АД Эпсилон квадрат. Кстати, Эпсилон квадрат, помню, это минус Эпсилон минус 1, да? Дальше плюс БС Эпсилон плюс БД Эпсилон в квадрате. Плюс БД. Ну, какой-то выражение. Тут Эпсилон есть, коэффициент и свобода сейчас тут есть. А вот в знаменате намного интереснее. Смотрите, что это такое. Это С в квадрате плюс СД Эпсилон квадрат я пока на конкурсе плюс СД Эпсилон хорошо и плюс Д Эпсилон то есть Д Эпсилон то есть плюс Д Эпсилон так все понимают что такое Эпсилон квадрат плюс Эпсилон это минус единица Ребята вот это вот зачеркиваю и пишу минус СД и внизу у нас получилось С квадрат минус СД плюс Д квадрат это между прочим рациональное число более того это не ноль потому что эти множители были не нули и мы научились делить в поле которое получается добавлением к рациональным числам корня третьей степени из единиц так отлично что я научился делить у меня есть вот это число вот это число А плюс В Эпсилон мы договорились что любой многочин от Эпсилон Эпсилон квадрат заменяешь можно записать как число плюс В Эпсилон вот делим на это кто-то из чисел С и Д не нужен прием догнажаешь на спряжетное ну дальше это самое виху раскрываешь стопки это не важно что а внизу получается рациональное число С и Д это рациональное число понятно отлично так пора же сказать что такое резольвента Лагранжа я же обещал вам в сравнении третьей степени решить что называется по науке обещал резольвентой Лагранжа называют следующие три числа просто сумму ну это слава 0 это интересно дальше x первое плюс эпсилон x второе плюс эпсилон квадрат x третье и x первое плюс эпсилон квадрат x второе плюс эпсилон x третье ну если угодно и эпсилон 4 вот это вот и есть три резольвента Лагранжа ну первая это ноль а вот остальные две это интересно это интересно вот почему потому что если мы посмотрим то резольвент Лагранжа обладает совершенно замечательным свойством вот если вот это число обозначить ф а вот это вот число обозначить g то ф в кубе ф в кубе замечательный совершенно образ будет выражаться через вот это число и через число п и как это не странно это удается что называется отследить на уровне теории то есть смотрите если я сейчас возьму и начну вам возводить вот эту штуку в кубе то вы извините взводите потому что вы скажете слушайте здесь сумма трех слагаев возводить это в куб понятно да это и душеск а вот оказывается можно что это довести себя до такого уровня что для вас вопрос что такое f в кубе как ни странно будет естественным и вы поймете что это такое в кубе в кубе в кубе в кубе в кубке